Привет, ульки, мои красотульки-лапульки! Сегодняшнее видео у нас посвящено новинкам косметическим, и это были мои покупки. Я немножко ограбила магнит-косметик и купила новую палетку от Lime Crime. Так что давайте начинать! И здесь будут мои бестселлеры и новинки, которые мне было очень интересно попробовать. Открытием прошлого года для меня было тональное средство от Stellarie, называется это CC-крем, и у меня уже заканчивается упаковка, очередная упаковка, у меня в 301 оттенке, и я сразу взяла две упаковки, чтобы потом не бегать, не искать, потому что его разбирают очень быстро. Это просто must-have какой-то для сухой нормальной кожи, это идеальное тональное покрытие, идеально подстраивающаяся по тон кожи, идеально носибельная, и вообще все в нем идеально. Я забросила все свои тональные основы, кроме одной от Evelyn, и у меня только два любимчика, это CC-крем и от Evelyn вот этот Liquid Control. Все, эти два тональных средства сейчас основные на моем туалетном столике, и к другим, к счастью или к сожалению, у меня рука не тянется. Для меня CC-крем от Stellarie стал идеальным тональным покрытием, которое выравнивает идеально текстуру кожи, тон кожи, не имеет плотного перекрытия, но в то же время хорошо все скрывает, и его не видно на лице абсолютно. Его удобно наносить пальцами, спонжем, кистью, да чем угодно, и я его просто обожаю. Это мое самое любимое тональное средство. Наносить я его сегодня буду спонжем от Beauty Bar, и я делаю очень простые движения, чтобы не набирать все на спонж, я просто беру и вот так вот точечками, точечно по чуть-чуть, ставлю по периметру лица его, вот так вот получаюсь немножко конопатая, оспой побитая женщина, но сейчас будет все красиво. Распределяется он на базе, без базы, да как угодно, просто идеально. Стоит только чуть-чуть провести по этому тональному средству пальчиками, спонжем или кистью, и все идеально наносится, распределяется, перекрывается, и как ни странно, ну, у меня сухая кожа, я не могу жаловаться на носку его. 8 часов он сидит на моей коже, как в литой, его не нужно припудривать, у него нет матового финиша, но поскольку это сиси-крем, у него такой натуральный эффект здоровой кожи, немножко подсвечивает даже, и 301 оттенок абсолютно любому цвету, типа подойдет, будь у вас кожа с розовинкой, либо холодная, как у меня, все это идеально подстроится, и расход у него, как ни странно, не такой уж и большой, как у других кремовых тональных средств, у него очень кремовая текстура, ну, и плюс ко всему, это же сиси-крем, и он ухаживает за кожей, у нас, кстати, здесь витамин А, Е, и масло Ши, так что, можно не бояться за свою кожу, не знаю ни одной девчонки, кого бы прям высыпало от него, например, как от тонального крема от Релуи, я чуть избавилась от этих прыщей, у меня теперь небольшие пост-акне, и сиси-крем хорошо это все, как видите, скрывает, распределяю чуть на шею, чтобы прям все слилось, ну, и плюс упаковка у него просто шедеврально, красивая и очень удобная, брови, это неотъемлемая часть моего лица, в том смысле, что я обожаю свои брови, и у меня есть любимчики, это Vivienne Sabo, и обязательно карандаш и тушь от Stellar, Stellar это мой тоже must-have, это идеальный карандаш, у меня в 04 оттенке, с обратной стороны вот такая щеточка, очень удобно ей вычесывать и прочесывать, укладывать брови, и с другой стороны автоматический, механический вот такой карандаш, это такой оттенок, холодно-коричнево-серый, ну, больше, конечно, коричневый, идеально подходит брюнеткам, черненьким девочкам, и хоть у меня на камере волос кажется очень черным, но на самом деле он коричневый, такой, знаете, цвет горького шоколада, и этот карандаш подходит мне вообще просто идеально, и у него такая текстура восковая, но в то же время он как будто бы и пудровый, потому что дает хороший натуральный эффект, можно сделать прям супер натуральные брови, а можно сделать прям такие, знаете, брови-вырви-глаза. По поводу прорисовки волосков, можно сделать это, он такой скошенный, можно сделать это кончиком самого карандаша, он не мягкий, но и не очень твердый, то есть прокрасить и уложить брови им не составит никакого труда, он все ровненько прокрашивает, и одновременно укладывает волоски, я уже, наверное, прожужжала вам все уши этим карандашом, для меня, например, он просто идеальный, просто несколько секунд, ну вот у меня нарисовать им брови, вот если не разговаривать, а просто нарисовать брови, занимает секунд 20. Потом я беру щеточку с обратной стороны, ну или, либо другую щетку, и начинаю аккуратненько вычесывать начало брови, и вот как раз таки, когда вычесываешь, создается такой натуральный эффект пудровых бровей, очень красиво получается, и все главное равномерно, нет проплешин никаких, бровь прокрашена настолько равномерно, что вот как будто тенюшками ее накрасили, волоски не замыливаются, не приклеиваются к коже, и выглядит это очень, очень красиво и натурально. Если излишки карандаша не нужны на щетке, я просто беру салфетку вот так, и вытираю щетку, и дальше вычесываю то, что мне не нужно, щеточка в этом карандаше очень мягкая, не царапает кожу, поэтому не заставляет никакого дискомфорта. Называется он Brow Sculpting Pencil, вот такая красота, хватает его на очень-очень долго. Далее в ход у меня идет тушь от Stellar, тоже она в 0,1 оттенке, для брюнеток, и это не гель для бровей, это именно тушь с маленькой щеткой, и уже этой тушью я завершаю всегда макияж бровей, если особенно использую карандаш от Stellar, всегда идет тушь от Stellar, и чтобы не мазануть себе в самом начале много туши, я начинаю с серединки брови, аккуратненько прочесываю, наношу тушь, и остатками уже укладываю самое начало брови. Ну все, красота! Я решила пополнить свою коллекцию кистей, и вот эти кисточки у меня уже в двойном экземпляре, и я решила взять для глаз. Кисти для глаз, у них идет очень красивая упаковка, у меня тут в нескольких экземплярах, посмотрите, какая красота! Каждая кисточка идет в индивидуальной коробке, и у меня 212 кисть, такая вот большая растушевочная, чуть меньше размером такой бочоночек, это у нас 207, и две плоские кисти для консилера, например, либо каких-то жидких теней и жидких текстур, вот эта 210 более широкая, 208 чуть-чуть поменьше размером, это очень мягкие кисти, и сегодня мы сделаем с вами макияж полностью лица и глаз, и вот этими кистями, особенно Stellarys 135, я очень люблю контурировать лицо, она в меру набитая кисть, и у меня есть уже моя мокрая кисточка, я ее недавно помыла, вот так она будет потом выглядеть, она чуть-чуть распушается со временем, и ей наносить скульптор румяный хайлайтер одно удовольствие, она такая прям хорошо набитая, поэтому очень рекомендую, если вы не заказываете там с других сайтов, где-то с Алиэкспресс, то кисточки от Stellarys очень достойные, и у них есть просто крутая 141 кисть, она подходит для тональной основы, для корректоров, для румян, для пудры, то есть у нее такой прям идеальный размер, и эта кисть мне очень сильно напоминает кисточку от Real Techniques, они очень похожи, просто это чуть-чуть больше, что касается внешнего вида, ничего с ними не случается, то есть не стирается надпись, все очень красиво, очень качественная ручка, очень качественная сборка, ни одного волоска не вылезла, и это, кстати, синтетические кисти, и сегодня мы будем с вами делать скульптурирование при помощи этих кистей, и наносить продукты, итак, я возьму тройку для контурирования от NYX, и набирает, кстати, эта кисть очень хорошо, и ей одно удовольствие растушевывать, потому что она не плотно набита, и растушевывает продукты на раз-два, просто стоит нанести пару взмахов, и все готово, без пятен, ну красота же, и не забывайте, что кисточки нужно мыть хотя бы раз в неделю, потому что на них садятся всякие гады, бактерии, пыль, и все это вы потом переносите на лицо, и потом может быть высыпание, прыщи, да что угодно, моются, кстати, эти кисточки очень легко, обычным мылом, все прекрасно отмывается, не нужно покупать какие-то дополнительные дорогущие средства для мытья кисти, и все прекрасно очищается при помощи обычного кускового мыла, кстати, кусковое мыло лучше отмывает косметические продукты от спонжей и от кистей, большой кистью я нанесу румяна, в данном случае возьму Диваж, они такие очень-очень приятного оттенка, 8702, очень хорошо набирается все на кисть, и освежим яблочки чуть-чуть, Марфу Васильевну делать не будем, чуть-чуть только придадим свежесть, свежий румянец, и также эту кисть буду использовать для хайлайтера, это мой любимый от Beauty Bomb, во втором оттенке, Sunset Flash называется, это такой чуть-чуть с розовиночкой, очень деликатный хайлайтер, наносит и растушевывает все просто идеально, так что очень советую присмотреться, далее переходим к теням, очень хотела эту палетку попробовать, и наконец-то она у меня, это новая палетка Venus, и она идет у нас в серых оттенках, посмотрите только какая красоте, и сегодня с этой палеткой мы с вами сделаем макияж, но тень это не будем наносить просто так, у меня есть новая база, я очень рада, что они выпустили базу, я ее уже конечно же попробовала, и это новая база от Stellary, вот такая упаковка, очень красивая, мне нравятся эти упаковки, потому что они тактильно жутко приятные, и она белого цвета, девочки, обычного белого цвета база, но при нанесении на веко, ее кстати очень легко распределять и пальцем, и кистью, при нанесении она абсолютно становится прозрачной, на ней неплохо держатся тени, пока меня еще ни одни тенюшки не подвели на этой базе, поэтому не могу сказать про нее ничего плохого, у меня кстати, если учитывать то, что у меня сухая кожа лица, у меня довольно жирные веки, и у меня очень часто все скатывается, и пока на этой базе у меня ничего не скаталось, у этой базы шелковая текстура, но при застывании на веках, она такая, знаете, прям железобетонно прибивается, и на ней очень классно тушуются тени, мне эта база очень понравилась, итак, у нас здесь в палетке очень интересные оттенки, и как раз распределю базу и покажу вам сводчи, итак, у нас здесь есть белые, белые с блестками, ну это обычный белый оттенок, и блесточки там такие, знаете, мелкий-мелкий шиммер такой, далее у нас камео, это такой оттенок молочный, молочный с серинкой, пигментация вау, просто, просто вау, ну вот на руке прям сливается с тоном моей кожи, холодный такой оттенок, серо-розовый хамелеон, но его особо не видно на руке, ну хотя видно, как он переливается, очень красивый оттенок, и это уже серый такой металлик, это прям металлический серый оттенок, ну прям серый-серый, и я его бы добавляла все-таки как акцент в макияже, не делала бы им ничего более, такое, знаете, вырви глаз, далее у нас идет оттенок уже тоже такой металлический, эйхоу называется, очень красивый коричневый металлик, названия дебильные, вот такой вот серый оттенок, девочки, даже выговаривать с ней не буду, и он идет такой, знаете, с синим отливом, он прям серо-синий такой, черный, кстати, мне не очень понравился, он, не могу сказать, что он прям супер пигментированный, он такой, знаете, ну, не прям вау-вау, у меня есть палетки, в которых черный, например, палетка от Милани, вот там черный вообще, прям черный, и здесь есть, это бордовый оттенок, бордовый, очень пылящий, кстати, но очень красивый, бордово-коричневый, и я, если честно, пыталась создавать с ними макияжи, ну, скажу честно, мне всегда хотела взять еще какую-то палетку, чтобы разбавить цвета, потому что, если делать только с этими оттенками, то получается, извините, женщина, блин, с дороги, плечевая, и у меня есть почти все палетки Lime Crime, два Венуса, маленьких, Венус XL, первая и вторая, и ни одна из этих палеток не подходила мне, вот прям, вот взял одну и накрасился, не было такого ни разу, я всегда брала еще какие-то палетки, вот мне бы хотелось, чтобы они создали такую палетку, чтобы вот взял и накрасился, хотя здесь все предпосылки есть, здесь есть светлые оттенки, есть матовые оттенки для растушевки, все, но вот по оттенкам, именно по цвету, может, в моей внешности не так все подходит, вот этот светлый белый оттенок, я нанесу его под бровь, сделаем сегодня такой, знаете, не очень яркий макияж, кстати, тени немножко пылят, я бы даже сказала, пылят, как тени Everline, нужно быть очень аккуратной при наборе, ну это прям такой белый цвет, который очень сильно пигментированный, есть белые оттенки, которые, ну так ложатся, очень легким слоем, здесь белый оттенок нужно очень сильно контролировать, далее, вот кстати, я возьму оттенок, вот этот Cameo, и нанесу его на все подвижное веко, ой, они такие пыльючие, вообще прям, очень сильно, поэтому вот только дотронулся, и у тебя уже полная кисть продукта, нанесу на все подвижное веко, он у меня, знаете, будет таким оттенком, который будет служить растушевкой, и подложкой под основную гамму, также нанесу его на нижнее веко, как и все тени, эти тенюшки Lime Crime очень экономичные, то есть я не знаю, что нужно делать, чтобы их закончить, мне кажется, они у меня будут всю жизнь, а вот далее я уже возьму вот этот оттенок, который у нас переливается, и нанесу его на подвижное веко, это очень красивый серо-розовый оттенок, с шиммером, это наверное единственный оттенок в этой палетке, который не пылит, но я не могу сказать, что он прям супер набирается на кисточку, нужно 3-4 подхода делать, чтобы его уложить на веко, чтобы было такое, вы знаете, легкое сияние, немного напоминает хамелеон, ну и теперь затаим дыхание, я буду носить очень-очень темный оттенок, на внешний угол глаза, я вот только дотронулась кисточкой до цвета, и он просто столько мне отдал, сначала переношу на руку, а потом уже переношу на глаз, во внешний уголок, и мягкими круговыми движениями начинаю его втушевывать, скажу честно, к растушевке у меня, к лайм-крайм-теням, у меня нет никаких претензий, мне нравится как они тушуются, мне нравится как они ложатся, как они выглядят, все просто как бы идеально, и кисточки от Stellarie делают свою работу просто прекрасно, мне нравится как это все тушуется, так, немножко тушен у границы этого оттенка, плоской кисточкой нанесу серый оттенок на нижнее веко, и растушую, и несмотря на то, что этот оттенок бордовый, он матовый, тени, которые я наносила на подвижное веко, они проглядывают через матовый оттенок, смотрится это просто великолепно, чуть-чуть вытяну этот оттенок к брови, а теперь возьму чуть пошире кисточку от Stellarie, и нанесу вот этот вот коричневый оттенок, металлический, набирается на кисточку, он неплохо, нанесу его на серединку подвижного века, поставлю как акцент, смотрится это очень красиво, если наносить этот оттенок на мокрую кисточку, и потом переносить на глаз, будет, конечно, более яркий макияж, но я сегодня не особо хочу что-то яркого, хочу просто красиво, ну и коронный номер, мы возьмем все-таки черный оттенок, нужно брать его аккуратно, я возьму маленький бочоночек от Stellarie, отпечатаю на руке, чтобы не ляпнуть, и затемню внешний уголок, прямо возле ресничек, и чуть-чуть растушую, можно, кстати, этим оттенком даже сделать стрелку, тенюшки очень мягко растушевываются, и можно придать своим глазам очень выразительный вид, это, конечно, не самая будет моя любимая палетка от Lime Crime, но она мне понравилась, и макияж с ней можно сделать очень красивым, можно легким, можно вечерним, можно прям сделать такой бордово-черный смоки, добавить того самого сияния, я знаю, что есть очень много фанатов теней Lime Crime, я одна из этих фанаток, и, в общем-то, я довольна. Переходим к ресничкам, у меня новые две туши от Stellar, и это очень красивые упаковки, тактильно они просто мега приятные, и это разные туши, точнее, здесь разные кисти, вот в этой туши здесь кисточка, очень крутая, она силиконовая, и если бы вы знали, как я страдала, узнав, что вот Лес-Энджелес тушь с такой же кистью, что это лимитка, и огромное им спасибо, что они сделали ее постоянной, вот именно в такой упаковке, и красить ей ресницы одно удовольствие. И также черная тушь, здесь уже другая кисть, здесь она такая конусообразная, и она не силиконовая, и там есть даже маленькие такие ворсинки, она суперобъемная тушь, просто суперобъем дарит ресницам, так что если вы хотите суперобъемные реснички, то, конечно же, вот эту черную, если вы хотите более вытянутые, загнутые, тоже объемные и длинные, то я вам очень рекомендую именно вот эту тушь от Стеллари, и вам стоит только один раз подержать ее в руках, просто подержать вы сразу ее захотите. Эта щетка мега удобная, она разделяет и сразу прокрашивает, и подкручивает, и удлиняет реснички, прям моментально. Даже если у вас суперредкие ресницы, не такие уж и длинные, то эта тушь сделает очень даже длинные и густые ресницы. Я думаю, что это будет тушь, ну, если не номер один, то номер два или три в моей косметичке, потому что она мега крутая. Дарит, конечно, суперский взгляд, и эта тушь не осыпается, эта тушь не отпечатывается, и я бы не сказала, что она прям текучая. Я тут посмотрела с этой тушью, очень жалела сливый фильм, немножко поплакала, и эта тушь у меня, кстати, не потекла. Ну что ж, нужно закончить макияж губ. У Стеллари в новой коллекции есть просто невероятный, классный, Cool Nude оттенок 15 карандаш. Вот такой. У них есть старая версия 15-го карандаша, ну, по нему видно, что я его люблю, у меня там 4 штуки таких же обглодыша. Так вот, вот этот карандаш старой версии, а вот этот карандаш более холодный новой версии 15-й оттенок, 2 15-х оттенка, но этот карандаш мне понравился по оттенку больше, потому что он более холодный. Он практически полностью повторяет цвет моих губ, знаете, цвет моих губ только лучше. Этот карандаш сушит губы, как и все карандаши, но если нанести бальзам либо масло для губ, то, в общем-то, можно спокойно ходить с этим карандашом. Он у нас деревянный и гриф у него немножко, девочки, твердоватый по длительности носки. Мне этот карандаш нравится больше, чем их старая версия. Старая версия, она больше стирается, быстрее. То есть, попил, поел, и все, его нету. Этот прям держится как в литой. Ну и стоимость, конечно, у него очень приятная, так что обязательно протестируйте в Магнит Косметик. И также я не могла себе не купить еще две помады. Когда мне пришла креативная рассылка, я попробовала 0,6 оттенок капучино. Это моя самая любимая помада. Она уже заканчивается, девочки. И я себе взяла еще две штуки. Одна в загажнике, одну я вам показываю, новенькая, запечатанная. Она заканчивается не так быстро, как я думала, но все же. Я регулярно крашу ей губы. Это моя самая любимая помада. Она супер кремовая, она супер красивая. Можно даже поверх карандаша ее нанести. Это холодный кремовый такой нюд, который преобразит абсолютно любой макияж. Это приятнейшая помада на губах. Когда ее ругают, я вообще не понимаю, за что они ее ругают. Говорят, что она там не красит. Что? Она супер кремовая. Она не, кстати, при своей кремовой текстуре она не растекается. Это устойчивая помада. Она не стойкая, но устойчивая. Она не сушит губы. Она жутко приятная на губах. Она не собирается в белую полоску. И она полстенда за копейки. Так что, девчонки, обязательно присмотритесь. Ну что? Вот такой красивый макияж получился у меня сегодня с тенюшками Lime Crime, сисикремом от Stellar моим любимым, моей любимой помадой и, конечно же, брови мои оформлены тоже при помощи Stellar. И я надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Пожалуйста, напишите в комментариях, какие ваши самые любимые продукты из Stellar. Мне будет очень интересно почитать, потому что я тоже прислушаюсь к вашему мнению и мне интересно что-то еще попробовать из их обширного ассортимента. Ну и тенюшки Lime Crime я покупала в своем любимом магазине kubeauty.ru Ссылку на палетку, конечно же, я вам оставлю в инфобоксе. На сайте kubeauty огромный выбор косметики Lime Crime. Если вы не знаете, на какую палетку потратить деньги, то там вы найдете, на какую палетку потратить деньги. А на этом я буду с вами прощаться. Всех целую. Всем пока.